МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» — одна из наиболее мощных артиллерийских систем в мире. Она предназначена для поражения малоразмерных и площадных целей в глубине обороны неприятеля. Для стран с небольшой площадью территории это полноценное стратегическое вооружение, способное достать объекты противника в любой точке на дальности в 500 километров. Заглубленные командные пункты, склады с боеприпасами, системы ПВО, благодаря высокой точности и наличии различных типов боевых частей для расчетов «Искандера» практически не существует невыполнимых задач. Во всех видах боевых действий, в любых климатических условиях, днем и ночью, и даже когда неприятели активно используют средства противоракетной и противовоздушной обороны. Впрочем, обо всем по порядку. История появления «Искандера» как нельзя лучше иллюстрирует поговорку о том, что не было бы счастья, да несчастье помогло. В конце 80-х, благодаря договору между СССР и США об ограничении баллистических ракет средней и малой дальности, под нож были пущены не только имеющиеся ракетные комплексы, но и перспективные программы развития этого типа вооружений. Спасением для детища конструкторов Коломенского КБ стало решение о создании системы с уменьшенной дальностью. Новый комплекс должен был прийти на смену стоящей на вооружении точке. Современная, надежная и простая в эксплуатации машина, хоть и отличалась высокой точностью, для гарантированного поражения назначенных целей требовала пуска двух ракет, а значит и двух пусковых установок. Новый комплекс должен был нести на борту сразу две ракеты и обе повышенной точности. Кроме того, конструкторам предстояло внедрить последние разработки научных институтов, системы получения целеуказания от внешних источников информации, причем в режиме реального времени, перенацеливание ракеты после старта, использование головок самонаведения на конечном этапе траектории и комплекс мер по преодолению противоракетной обороны неприятеля. Первые пуски прототипов ракет были проведены уже в 1991 году на полигоне Капустин-Яр. Тогда же конструкторы приняли решение перепроектировать пусковые под шасси от Минского завода колесных тягачей. Спустя четыре года испытания комплекса были завершены, но совершенствование УТРК «Эскандер» продолжилось вплоть до начала 2000-х, когда комплекс наконец приобрел окончательный облик под индексом 9К720 «Эскандер-М». Главной особенностью новой машины стала возможность применять технически разные ракеты, баллистические и крылатые, причем со штатными установками и средствами боевого управления. На вооружение российской армии комплекс «Эскандер-М» с баллистической ракетной частью был принят уже в 2004 году. В конце 2022-го поставлен в строй белорусской армии. УТРК «Эскандер» — это не просто пусковая установка, это целый комплекс, включающий в себя шесть отдельных машин. Самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, командно-штабная машина, машина регламента и технического обслуживания, пункт подготовки информации и машинное жизнеобеспечение, а еще специальное оборудование с учебно-тренировочными средствами. Самоходная пусковая установка комплекса предназначена одновременно для хранения, транспортировки, подготовки и запуска ракет. Колесная база пусковой — это специальное шасси от МЗКТ. Машина с колесной формулой 8х8 и полной массой больше 40 тонн, способна принять на борт до 19 тонн полезной нагрузки и при этом выдать на хорошем дорожном покрытии скорость до 70 км в час. Каждая пусковая установка «Искандера» несет на борту две баллистические ракеты. Еще две находятся в запасе на базе транспортно-заряжающей машины. Главная их особенность — это управляемость и маневренность на всем протяжении полета. За это отвечают аэродинамические и газодинамические рули. Точность наведения на цель обеспечивается инерциальной системой наведения. При подлете к объекту в работу включается оптический канал для корректировки полетного курса. На конечном этапе полностью автономная система позволяет избежать воздействия средств радиоэлектронной борьбы неприятия, а еще отвязаться от спутников. При этом точность «Искандера» по некоторым данным близка к идеальным, а вероятное отклонение от цели не превышает пары метров. Еще одно достоинство состоит в том, что сбить ракету «Искандера» практически невозможно. Неуязвимость перед системами противоракетной обороны неприятеля обеспечивают специальная конструкция корпуса, высокая скорость, активное маневрирование и комплекс средств преодоления обороны. Последний реализован за счет применения специальных ловушек, отвлекающих противоракетные системы от главной цели. Высокая огневая мощь и эффективность нанесения ракетных ударов, мобильность, маневренность и практически неограниченные возможности для модернизации. Плюс ко всему, каждая баллистическая ракета-комплекса может нести боевые элементы кумулятивного или объемно-детонирующего действия, осколочную или проникающую в боевую часть. А еще УТРК «Искандер» может комплектоваться специальной ядерной боеголовкой. И в таком оснащении для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» ограничений по типам целей уже не существует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok